всем привет вы на нашем канале лисятина тиви и вот мы в очередной раз наверное уже второй раз второй раз в этом году мы на море красного цвета мы в городе эллат все у нас песчаная буря это горы красного цвета да там и ордания вот сейчас песчаная буря или пылевая буря как там было написано ужасно жарко иначе пылевая буря вот сейчас будем вас знакомить для тех кто не знает что это за город но те кто знает вам просто покажем те места в которых побывали сожалению я это не снимала но по дороге было от нас ожидала очень и очень стрёмное приключение вот я очень испугалась саша не не подал виду но может он поспугался тоже мы перепутали немножко поворот не поехали есть к 12 дорога вот для всех безглюзтиан чтобы не помню что это дорога номер 12 по дороге в эллат она проходит прямо на границе с египтом то есть такое впечатление что можно протянуть руку и коснуться забора сама если в некоторых участках выйти из машины и коснуться сетки так и получится да то есть прямо в полотную границе а учитывая сегодняшние события все то это было очень страшно мало того уже вечерело и на дороге не было вообще машин вот как сейчас вот час без 15 и 8 вот в это время мы все еще ехали вдоль сетки то есть ошибнутые психи были только мы все остальные поехали правильно так что если вы будете ехать на развилке в эллат у вас будет поворот направо забываете этот поворот и поворачиваете налево иначе вас поведет во первых по не освещенной дороге там ни одного фонаря не было она абсолютно безмашинная безлюдная очень холодит от того что около справа от вас граница с египтом и вот я сейчас специально показываю вам вот эти горы вы будете ехать за ними то есть вы город вообще не увидите то есть эллат вы будете ехать вдоль гор то есть справа египет слева горы и вот потом только вот где белая полоса вот вот в той части если вам видно сейчас я попробую призумить там будет видны высотки видите высокие дома вот к ним вас потом приведет вейс или какой-нибудь другой навигатор так что поворачивайте налево лучше быть вот ехать подольше но спокойней вот а мы продолжаем путешествовать и гулять по городу эллат в этот жаркий вечер вот наша гостиница нептун которую я снимал когда было чуть посветлее там где была зеленая искусственная трава вот эта гостиница наши вот такая на буквой п и вот магазины вот вы видите афродита гудис адидас и так далее вот вот там наш балкон и выходит прямо на лужайку так что мы с балкона видим вот эту часть города и красное море вот мы сейчас решили съесть в эту жару по порции мороженого с видом на черное красное море ладно ладно мы взяли не только мороженого вот на сегодня такой жаркий вечер поэтому кроме мороженого мы себе еще позволили бутылочку красного вина что друзья как и обещал вам показываю пляж который относится гостинице нептун вот наша гостиница вот если идти вот сюда вот туда то проходите таким небольшим проходиком и в принципе в принципе через метров сто сто пятьдесят вы оказываетесь на пляже матрешки погремушки тут ходят тоже вот это все территория пляжа вернее гостиницы нептун мы находимся в бухте элладский залив у нас слева находится и ордания справа египет но это пока то что вы видите конечно же наша территория израильская кстати вот смотрите это наш крейсер военный катер это израильский это дома это наш получается вот эта гостиница вернее гостиницы опять это ресторан который называется звезда лет десять назад он функционирует мы хотели здесь этот ужинать и я большому сожалению прочитал что уже много лет лет пять шесть точно он не функционирует чем был примечателен он как и обсерватория элладская имеет подводные такие окна то есть его зал находится под водой и насколько я читал что там стоят толстенные стекла которые выдерживают очень большую плотность и давление воды и вот там можно было сидеть в самом низу и смотреть через эти окна на подводный мир но сейчас это место пользуется большой популярностью там даже видно надпись дайвинг и там очень много ставка ныряют купаются вообще там если посмотреть в интернете по фотографии того очень красивый был ресторан это все уже к сожалению в прошлом вот это уборка пляжа я такой трехколесный автомобильчик и убирает территорию пляжа собирает пакеты из мусорников и делает чистым набережную мы сейчас просто путешествуем по городу эллад и нашли такую замечательную надпись я думаю что украинцы поймут вот ну ну да украинцы поймут почему мы так здесь сфокусировали свое внимание почему мы продолжаем променад по набережной эллад а и смотрите просто проходили через кафе купить воду и кино с хорошие пожелания этим копченым братьям нашим младшим то есть не людям смотрите каркающий человек я там какой-то пойло продает с колокольчиком таким ходит как прокаженные у него вот этой в этом бутыле напиток какой-то ну наверно не алкогольный просто напиток такой освежающий чай да ну пляж вы конечно узнали те кто смотрели наши прошлые видео с элатом еще про этот вот флаг рассказывал который в книге рекордов гиннеса по своей высоте и размеру вот мы здесь были прошлый раз в январе мы здесь встречали новый год вот прошло уже пять месяцев мы опять здесь вот тут есть даже пианино на набережной правда такое диетическое оставили процентов 45 но она звучит рада вот спорт лото в этих нотах не получилось вот только но то соль не хорошо однако тут фа диез си помоли до диез пожалуйста ну так скажем вариант light а